Всем привет, с вами Доша Кэскакдоллар и Лиза Яношина. И сегодня мы будем делать самый популярный макияж из тиктока. Макияж УВУ-девочек. За УВУ-герл. Хочу предупредить заранее, что мне немножко некомфортно... Говори, говори. Некомфортно перед камерой, потому что я немножечко некоммуникативный человек. У УВУ-девочек, у них очень-очень красивый, ровный тон лица, максимально плотно покрыто все тональником. Поэтому надо штукатуриться конкретно. Начинаю с подготовки кожи. А, у меня уже подготовлено. Я вложила кожу, она у меня вот уже блестит вот так. Я немножко еще уберу. Икона, королева, богиня, императрица. Самый лучший у тебя еще вот тут справа. Тон! У тебя какой тон? Грязный. У тебя Диор. У меня Эстелаудер. У УВУ-девочек, у них идеальная кожа, поэтому наносим максимально много. Да. Но никто об этом не знает. Так я волосики уберу. Я про свои зубы забываю. То есть мне ты говоришь, да, что мне волосы нужно убрать. А сама сидишь тут своими падлами. Шуршишь, извини меня. Думаешь, мне приятно. Извини. Угу, можешь изменить сам на коленях, пожалуйста? О, что? Прости меня. Что? За нас, Диана. За нас. Ребята, это мем. Я считаю, выкладывайте это везде. Это просто мем. Показывай. Дальше у меня этот консилер. Ой, я консилером в последнее время не пользуюсь. Я просто остатки тональника размазываю по лицу на места, где у меня синяки под глазами. А мне очень нравится вот этот крестящий консилер Adore. А у меня Estee Lauder. Ребята, реально лайфхак рабочий и помогает очень сильно лицом. Ну, я мама. Я наносу консилер вот сюда, 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 сюда. И на маленький брыщик вот тоже. А я сразу после тоналки припудриваюсь. Я люблю вот это вот фарфоровое личико. У меня пудра от Мак, уже пожившая жизнь в самом светлом оттенке. Просто посмотрите на это. Куколка. Ты тоже. Я сквей. Следующий наш шаг – это румяшки. У Эвой Герл просто невероятные какие-то румяна. Вот тут, вот тут и вот тут. Да, потому что сейчас мы такие чуть-чуть вампайр Герл. Пудра тоже очень грязная, но меня не особо это волнует. У меня сегодня все Adore. У меня тоже много чего Adore вообще-то. Ну да, типа такая крутая, да? Думаю, что ты себя представляешь. Ты думаешь, что ты, ну, кем-то являешься в этой жизни за своей пудрой. Думаю, что свою пудру нанесешь на свое лицо, будешь кем-то получать. Румяна. Диор. Два. Блеска. Диор. Хайлайтер. Диор. Пудра. Диор. И остальная тоже косметика Диор. Наносим прям хорошенечко, смотрите, девчоночки. Прям вот так. А я уже к румяным перешла. Причем. Ладно, подожду тебя. Все, извини. Мы должны одновременно. Сидишь, жди. Сижу, жду. Сидишь, жду. Смотрите, сколько пудры. Упала чуть-чуть в муку. Типичная тусовка. Ты все. Ты все. Ты все. Ты все. Румяна вуву макияжа. Обязательно яркие, сочные. На зону носика, на зону скулок, под глазами прям, на бровки. Нужно максимально сделать так, как будто вы чуть-чуть. Но мы не это, поэтому мы пользуемся румянами. У нас водичка. Девочки, алкоголь зло. Мы с Нашей придумали очень прикольный язык, на котором мы разговариваем. Никто нас не понимает, поэтому мы можем донести друг до друга любую мысль. Холода приближается с каждым днем. И если вы хотите продлить себе билеты и отправиться в путешествие, то я нашла вам надежного спутника. Кредитную карту All Airlines от Тинькофф Банка. Воспользуйтесь сервисами город и Тинькофф Путешествия. Там есть все для планирования отпуска с большой выгодой. А с картой All Airlines вам будут доступны разнообразные привилегии. До 10% за отели. До 7% за авиабилеты. 5% за туры и ЖД билеты. До 15% в Тинькофф город. И до 2% за повседневные покупки. А еще вы можете копить мили и обменивать их на билеты. Или пополнять счет в Тинькофф Мобайл. С картой All Airlines вам доступен кредитный лимит до миллиона рублей. Срок погашения до 55 дней без процентов. А еще в подарок вы получите страховку с покрытием до 50 тысяч долларов. Она поможет получить визы и пройти границы. А еще она покрывает расходы при утрате или задержке багажа более чем на 6 часов. Обычно такой полис стоит 6000 рублей. Но для вас ноль. Оформляйте карту All Airlines по ссылке в описании и получите вечное бесплатное обслуживание. Обычно она стоит 1890 рублей в год. Но для вас она будет бесплатной навсегда. Торопитесь, акция действует до 8 октября. Ссылка под видео. Вот такой вот оттенок в палетке Аркеблз. Вот такая кисточка, она отрывалась. Ой, а я новую недавно купила с Алиэкспресс. Прикольно. Ой, она такая крутая, типа, да, сидит. Алиэкспресс. Угу, ну да. Вот так я прям набираю, смотрите. А я решила не брать Диор, я решила взять от Соды вот такую палеточку у Китти. Ой, я тоже сюда начала наносить. Ух, нифига они у меня яркие. Смотри. Да. Угу, герл, летс гоу. Еще лайфхак, девочки. Любой макияж на камере смотрится блекло. Поэтому, если вы снимаете видео, макияж нужно сделать Х2. Нужно все делать на свече. Х10 даже. Потому что камера съедает насыщенность, съедает цвет. В жизни я крашусь очень по-натуральному. Но для видео я крашусь пипец. Прям невозможно. Подожди, я обязана принести нам жвачки, чтобы мы сидели такие. Давай. Потом у меня вот такая палеточка очень чистая. Я макаю туда эту кисточку, прям вот хорошенечко. У тебя контуринг такой? У тебя все вместе. Угу. Что-то я сильно бахнула, да? Мне кажется, прикольно. Да? Прям по-тиктокерски там. Ладно, смотри. Я беру вот отсюда вот эту вот бежевенькую пудру и себе, короче, носик уменьшаю. А я делаю контуринг в этой же палетке отсюда. Я делаю контуринг чуть ниже, чем нанесла румяна. Просто подчеркиваю линию моих натуральных скул, чтобы подчеркнуть достоинство. Беру вот такую кисточку и контурирую себе носик. Рисую такую пимпочку. Я нос обычно не контурирую, потому что у меня все в румянах. Поэтому я как-то смысл ищу и от контуринга не особо вижу. Почему девочки всегда открывают рот, когда красятся вот так? Так и заложено вселенной. И вот так я добавила хайлайтера. Смотрите, какой у меня носик. Маленький девчонки. Да, на самом деле контуринг это самая важная часть макияжа, потому что контурингом можно слепить себе абсолютно новое лицо. Никто ничего не поймет. Если вы видели, я наносила румяшки маленькой кисточкой, поэтому я беру или вот такую вот штуки и ей тушую. Все, let's go к бровям. У меня вот такая замученная штучка от Beauty Balm. Я все тебя жду. У меня от Vivienne Sabo такой карандашик, он ультра-тонкий и можно прорисовать вообще все, что угодно. И ты тоже, если брови не получаются, то у тебя весь макияж не получается. Да, на мне получается пока что. Вы подписались, нет? Вы не подписались. Вы не подписались. И коммент не оставили. И колокольчик не нажали. Мы сидим. Мы сейчас идем. Мы сейчас идем. Мы сейчас идем. Ты так быстро брови рисуешь? Да, я в целом быстрая женщина. Она работала быстро. Даша! Вырезай. Как будто уже есть два и полудевочки. Вот так, а следующее сделать. Чуть-чуть кринжа навалилась. Икону, давай вместе кринжа навалим. Только вот на камере видно, что я с кремяшками чуть-чуть обращунула. Ты, я тоже, посмотри. Ну это, ребята, это увы макияж такой. Увы головы. Я использую гель для бровей. Ты не используешь? Нет. А я сейчас быстренько зафиксирую еще. Короче, был период у меня в жизни, когда я не красилась вообще. У меня был друг. Я ему рассказываю про своих богатых ухажеров. И вы знаете, что он мне говорит? Что они в себе нашли? После этого был месяц загонов, я красилась каждый день. Поэтому, дорогие друзья, такого, пожалуйста, не говорите никому. Была бы я дефолтная, у меня бы не было таки толк одной. За нас красивых, за остальных не очень. Мы делаем глазки вот тут беленьким, потому что мы у девочки. Это Джеффри Стар. Такая вот белая штучка. Это помада, но ее можно на глазки, я вам сам говорил. Берем, вот так оттягиваем глазик, под глаз помадой. И вот такая же ситуация у нас происходит. И вот этой штучкой немножечко убираем, чтобы они были симметричны. Ох, кримш! Давай сюда. Ой, мальчики, вы такие прикольные, вы такие смешные. У тебя такая ручка большая, можно померить? Ты такой высокий, я такой маленький. Я люблю Агушу, я люблю Агушу. Можно ж купить? Пожалуйста. Пойдите, 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 пойдите. Вот такой оттеночек берем, вот этот, самый темный. Берем оттеночек, стучим, хорошенечко, да, вот так можно даже поделать. И прям аккуратненько вот так делаем. Под белым, хорошо, резкий контур. Тебя же в телеграм-пабликах прям ненавидят. Я не понимаю, за что. Лиза делает просто божественные, богемные фотографии. У нее инстаграм это просто, это просто сказка. Мне очень обидно за Лизу и, ну, правда, ребят, ну, это ненормально. На самом деле, я не то чтобы хотела, чтобы люди знали, что я прощаю на это внимание, но ладно, так что будет, ребят, признаюсь. Иногда меня правда очень сильно задевает, особенно вот если конкретно один паблик, выкладывает мне чуть ли не каждый день, чем максимально какие-то негативные посты. Местами очень неприятно, потому что я стараюсь очень. Я тоже человек, мне тоже бывает обидно. Поэтому, друзья, давайте... Все нормально, все хорошо. Я на твоей стороне за... Поэтому давайте, ребят, относиться друг к другу с пониманием. Не нужно, если я не делаю ничего плохого, меня засырает без причин. Но это правда, иногда бывает очень обидно. Итак, тени нужно растушевать. У тебя немножечко четко или сильно четко надо растушевать. У меня, видишь, растушеванная, у тебя прям жесткая линия. Типа парней, которые тебе нравятся. Мне нравятся, короче, осознанные ребята, которые имеют здоровую психику и понимают, что делают. Потому что с придурками иметь дело не хочется. Мы, знаешь, постоянно обсуждаем о том, как важно на самом деле мужчинам быть мужчинами. Потому что в последнее время остались одни мальчики, которые такой фигню творят неимоверно. Да, да, кстати. Слушай, я растушевала, получше стала. Покажи. Да. Да, лучше? Лучше. Все, супер. Смотри, сейчас берем самый светлый оттенок, вот этот вот, и наносим его на центр глазика. Вот они, точечки наши. Их тушим прямо слегка. Потому что у нас должен глазик оставаться влажным, чтобы вот вокруг добавить коричневый тень. То есть тебе нравится? Образованно. Образованно. Мне очень важно, чтобы парень был умнее меня. Блин, да, мне тоже. Мне тоже. Я обожаю дорогие подарки. Боже, да кто их не обожает, Лиза? Все любят свои подарки. Ну, у меня прям жестко с этим, типа у меня тип любви, это подарки. Людям, которых я очень люблю, я всегда беру что-то прикольное, именно вот углубляюсь в то, что им нравится, слежу за тем, каким у них увлечением. Я прям собираю офигительные подарки. И поэтому мне важно, чтобы я тоже чувствовала себя любимой, чтобы мне тоже дарили что-то такое. От чего бы я чувствовала? Я же тебе, помнишь, подарила. Я приезжаю к ней на день рождения, даю ей подарок. Я не знала, что ей подарить, потому что у Лизы по факту есть все. Она богатая, успешная. Она все себе может сама позволить. Я сидела и ломала голову, что ей купить. И у нее есть, короче, краш, не будем называть имен. Я решила распечатать его лицо, вставить в сердечко его лицо, распечатать на футболке такой огромный принт. Под заказ. Под заказ. И на трусиках еще его лицо спереди в сердечке. Боже, вы бы видели лицо Лизы. Она так была счастлива. Я плакала от счастья, потому что я просто обожаю этого человека. Невероятно сильная фанатка. Такой подарок Даша запомнила, постаралась, сделала. Это реально был самый лучший подарок на мой день рождения. У меня был отвратительный день рождения. И вот единственное, что его скрасило, это дам. О, мой бог. Мне очень важно внимания. Внимание. Заботились, чтобы уследили. Тем, чтобы я хорошо себя чувствовала. Поддерживали. Ну, конечно. Это, мне кажется, самое главное для любого человека. Я считываю, что я очень много работаю. Мне иногда очень хочется, чтобы у меня был равенцем на мужчину, который меня поддерживал бы как-то морально. Да, да. Нам, хрупким девочкам, иногда очень трудно все выводить самостоятельно. Нам нужно сильное мужское плечо. И мы сами можем с этим справиться. Просто иногда хочется, чтобы в нас кто-то верил и поддерживал. Ну да, хочется просто побыть слабой. Потому что когда ты столько работаешь, когда ты столько вкладываешь сил, денег и приходишь домой, а дома пусто, и тебе элементарно не на кого лечь. Получить какую-то поддержку, если, например, у тебя что-то какой-то плохой день был. Я, как вы все уже знаете, а кто не знает, свободная женщина на данный момент. Опа! Да. И сейчас я озвучу список требований к будущему ухажеру. Листочек, ручку, блокнотик. Сиди, мальчики, записывай, ничего не знаю. Одного пункта нету? Дверь там. Очень важно, чтобы человек был невероятно заботливый. Мне деньги вот тут уже. Это, безусловно, один из важных аспектов наших будущих отношений. Мне не важно, сколько будет зарабатывать мой мужчина. Мне важно, сколько он будет на меня тратить. Ладно, нет, нет, нет. Деньги в жизни не главное, главное в количестве. Заботливый, внимательный, который будет ухаживать за мной. Я очень люблю, когда мне в такси открывают дверь, или когда я куда-то захожу. Я прям люблю, когда меня со всех сторон, знаешь, окружают заботой. Обхаживают. Обхаживают, да. Денежное состояние мне не так важно, но подарки я тоже очень люблю. Ну, а кто их не любит, девочки? Признайте, мы любим подарки. Это норма. Ну, желательно с хорошим телосложением. Лицо, кстати, мне вообще все равно. Какое у него будет лицо, если у него кубики? На самом деле, у меня, знаешь, какая история? Мне вот именно важно материальное состояние человека, потому что мне хочется быть рядом с мужчиной маленькой, крупкой девочкой. Чтобы мужчина мог так иногда командовать. А чтобы он мог мной командовать, чтобы я его слушалась, мне важно чувствовать, что он главнее меня. Я забыла самый главный аспект. Я очень люблю умных мужчин. Умные мужчины – это просто best of the best. Люди с мозгами просто. Ну, вот, в общем, мне важно, чтобы мужчина превосходила меня и в карьерном плане, и в умственном разуме. Плюс, плюс. Я в отношениях очень люблю слушаться. Мне очень хочется, чтобы, знаешь, мужчина так сказал. На кухню женщина. И ты такой, о-о-о. И понимаешь, чтобы это не было неприятно, чтобы мне было приятно им подчиняться. Дальше мы делаем подводочку. Сейчас только я поищу, у меня моя сумочка. Начинаем. Вот снизу подводим беленько. Вот так. Так, аккуратненько. Вот тут делаем, собственно, вторую такую. Да, две. И еще. Все у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чуть штучка. Угу, я тебя поняла. Хорошо. Сейчас такая концентрация, ребят. У нас просто напряжение, уровень максимум. Так, осталось реснички. Какие реснички? Я еще стрелки не закончила. Реснички, которые на стрелках. Что ты мне сразу предъяву кидаешь, моя дорогая? Я тебе предъяву кидаю? Да, ты мне предъяву кидаешь. То есть я сейчас сижу и у тебя пытаюсь научиться твоему макияжу. И я тебе кидаю предъяву? Это мой макияж? Это макияж? Угу, кидаю. Какой мой макияж? Почему ты меня обвиняешь в этом? Дверь там. А я сейчас возьму и рыбу. Иди. Правда? Я закончила. Я закончила стрелки. Сейчас мы наклеим ресницы. Вернемся и будем... Угу, кирилл! Да, кирилл! Просто посмотрите, мы реально жесткий Угу-город. Угу! Ужас. Осталось последнее, это губки. Мы смываем все остатки конселерационно на своих губах. Смачиваем ватную палочку мицелляркой и хорошенечко очищаем губки. От конселера и прочих остатков на губах. У нас осталась мицеллярка на губах, поэтому мы берем слюнечку вот так. И слюнечку убираем мицеллярку теперь. Но это мицеллярку. Мы их не увлажняем ничем. Оставляем сухими. Вот такой вот коричневый карандаш для бровей. Подточили. Вот такой вот он чистенький. И аккуратненько выходит за контур, чтобы у нас губы просто были огромные. Вот такие вот. Лайфхак, девочки. Даже если вам природа не дала красивых губ, вам дали карандаш для бровей. Поэтому вы можете карандашом для бровей нарисовать себе на твои губы. У меня еще ямочки на щечках так прикольно сочетаются. Очень мило. Девчоночки, видите, верхняя губа. Что-то подобное нужно получиться. И это не все. Дальше мы откладываем карандашик, берем кисточку. Коричневые синюшки так набираем слегка. Отряхиваем и припудриваем коричневыми синюшками губу сверху. Боже, я сейчас улечу на этих ресницах куда-нибудь. Вот такой результат на губках должен получиться. Они реально стали в пять раз больше. Что? Нет, все, больше мы не улыбываем. Видишь? Ой, ну какая. Посмотрите. Боже мой, мне очень нравится. Мне так нравится моя ямочка. Я в том, что я в этом. Ну все, макияж готов. Мы побежали снимать тики-токи. Я Даша, а это... Так, где этот блохастый алкаш? У меня в гостях была потрясающая, великолепная, шикарная, идеальная Лиза Анохина. Надеюсь, вам понравился ролик. Вы подписались, поставили лайк, колокольчик, и тогда все будет топчик. И подождите. Субскрайбер на мой ченнел Белиси. Не забудь поставить лайк. Бай-бай.